Привет всем! Сегодня в обзоре рюкзак трехдневный от компании Skiftag. Производитель рюкзак выпускает в разных расцветках. В данном случае это Atax Foliage Green, также есть другие расцветки. Рюкзак сделан из материала полиэстер. И изнутри он с виниловым напылением, для того, чтобы защитить содержимое от проникновения влаги. Производитель заявляет, что рюкзак 45 литров, но исходя из размера в основном отделении, это, скорее всего, полный объем рюкзака вместе со всеми подсумками. Размеры рюкзака. Здесь посередине он имеет 30 сантиметров в ширину. По высоте рюкзак 50 сантиметров в высоту. И ширина, толщина основного отделения 20 сантиметров. Этот карман в глубину 10 сантиметров. Этот рюкзак имеет множество карманов, внешних и внутренних. Начнем с внешних. Внизу на лицевой стороне, на всю ширину рюкзака, имеется вот такой подсумок, такой карман. Здесь три отделения, все они сетчатые. И здесь кармашек на сетке. Сюда залазит спокойно, может баночка 033 поместиться, жестяная. Внизу на дне люверс рюкзак у подсумка. Подсумок застегивается на два бегунка и с паракорда петельки и с пластиковой трубочкой. Вот здесь. Также на лицевой стороне имеется вот такой большой широкий карман. У него здесь есть один вход, у этого подсумка на всю глубину. Вот такой здоровый карман. То есть как бы этот не едистишный рюкзак. То есть такой что-то кинуть мелочь, этот в небольшой карманчик нет. Вот такой большой карман есть. И этот же наружный карман расстегивается на два бегунка. И имеет внутри вот такую организацию. Первое отделение на всю глубину и по ширину кармана. Второе, также до дна кармана. Третье отделение. Вот здесь два кармана как бы для магазинов. Можно другие вещи, радиостанцию сюда закрепить. На липучке. С этой стороны резинка, шаккорд. И вторая часть липучки. И здесь ручки можно. Вот этот материал, он шелестящий такой. Но напоминает мне палаточную ткань. Что-то такое среднее между подкладочной и палаточной тканью. Тоже два бегунка. Этот паракорд. Даже не паракорд, это веревочки чуть потоньше, чем паракорд. И пластиковая трубочка. Боковые карманы. Один и второй, они идентичные. Со стропами молли. Два бегунка. Без организации, без ничего. Здесь вот виниловое покрытие. И пробитый, ткань пробита нитками, когда пришивали стропы молли. По основному отделению, по рюкзаку идет целиком вся лента. От этого низа и до этого низа сюда. Силовая лента 4, где-то 4 или 5 сантиметров. Которая вот по бокам здесь перетекает в ручки. Очень удобно, где-то если загружаться, где-то как-то переносить, чтобы до земли не доставал рюкзак. Центральная ручка. И по бокам имеется 4 утяжки, застегнутые на фастексах. Имя я не нашел производителя фастексов. Очень похоже на 2М, но будем считать, что это no name. Вот. Фастексы. Что еще? Так. Это и здесь одно отделение для выхода шланга гидратора или антенны рации. Второе отделение. И здесь центральное отделение. Вот оно. Которое здесь и здесь пришито. На липучку, а по бокам залезть можно. Но удобнее снизу добраться. На дне рюкзака 4 утяжки. 4 места для того, чтобы подвесить что-то на подвес. Вот. Что-то прикрепить на подвес. И люверсы для слива воды. Лямки рюкзака. Сделаны вот таким способом. Они силовой лентой крепятся к рюкзаку. Одна лента в шоу, другая вот сюда под ленту. И получается, они друг друга разгружают. Особенно вот это, что под ленту. Разгружает. Тушу в шоу. Очень... Ну, это хорошо сделано. Мне так понравилось, как оно сделано. Лямки упругие такие. Плотненькие. Толстые. Где-то с полтора сантиметра. Но насквозь они не прошиты. Вот. С-образные. Я уже с этим рюкзаком ходил. Ну, довольно-таки удобно. Единственное, что... С этим рюкзаком мне удобнее с грудной перемычкой застегнутой. Чем без нее. Как бы так лямки широко расходятся. Но с грудной перемычкой... Ну, очень удобно в этом рюкзаке. Не со всеми рюкзаками так. Можно. Пластиковые кольца. Два. Д-образных кольца есть. Как бы ячейки. Что сюда. Еще что-то прикрепить можно на ленту. Вот. Ну, и грудная перемычка по высоте идет. Не понравилось, как тут сделано крепление ленты дальше вниз пошло. То есть, вот я сейчас поближе возьму. Расстегну фастекс. Лямки заканчиваются фастексами. И вот как сделано. То есть, как-то... Ну, как-то мне не понравилось. Возможно, это надежно из-за того, что лента... Вот. Ну. Но некрасиво. Как по мне. Вот. Спинка рюкзака. С AirMesh целиком. Имеются невысокие такие подушечки. Несколько штук. Вот. Спинка твердая. Так как внутри есть вставка. Поясной ремень. По бокам вот он здесь. Пристегивается. По бокам вот здесь он утягивается ближе к телу для удобства. Фастексом раз. И также он расстегивается. И может отделяться. Подушка пришита сверху и снизу. И ремень может сниматься и отдельно носиться. Все ленты, все на те, что там, где фастексы, в общем, где два 25-мм ленты, все они заканчиваются вот такими скрутками. чтобы ленту, лишняя лента не болталась, можно было скрутить. И все. И застегнуть. Так же под спинкой есть отделение для гидратора. Можно сюда ноутбук прятать. Растегивается она Г-образно. Вот выход петля для гидратора, если подцепить. А также выход налево, направо вот в основное отделение или вот сюда, или сюда в центральную часть. Эта часть твердая. и внутри вот такая вставка. Вставка даже с алюминиевой этой. С алюминиевой полоской здесь в ленту вшита. Удобно. С этим рюкзаком я загрузил в него объемное, но не тяжелое. И мне было с ним удобно идти. Так. Дальше. Основное отделение рюкзака. Кроме того, что оно утягивается фастексами, также на двух на двух бегунках она. Змейка тут уже покрупнее, чем на подсумках. На десяточку похоже. Имеется односторонний наплыв из ткани, который закрывает змейку от проникновения влаги. Растегиваем змейку. Она отделение открывается практически полностью. Вот. Для удобства загрузки. На лицевом клапане у нас есть два кармана сетчатых. Сеточка плотная, хорошая. Вот. По одному бегунку на змейке для переноски каких-то вещей. вот два кармана и вот такое основное отделение. Основное отделение у нас имеет поперечные продольные стяжки из ткани, ой, из ленты с фастексами. Для того, чтобы вещи, которые здесь переносятся, можно было придавить к спине и было удобно. Удобно переносить. Вот так интересно сделаны стропы моли. Полиэстерно-полиамидную ленту то ли приплавлен, то ли приклеен. Вот. Как вот этот красия будет вести, неизвестно. Не будет ли бахрому пускать. Вот. Стропы моли сделаны так. Липучка добротно пришита. Внутри жюкзак вот этот виниловый напыление, этот слой. Основное отделение. Как оно будет себя вести, время покажет это напыление. При морозе оно, соответственно, оно ждубеет. Летом становится мягче. Вот так змейка пришита. Вот так рюкзак выглядит на мне. Вот. Вот в принципе все об этом рюкзаке. Что можно сказать о удобствах и недостатках этого рюкзака. Ну, из плюсов. С ним удобно. Он объемный. Он реально скорее всего 45 литров. Если основное отделение 50-30 на 20, то это 30 литров объем. А если добавить еще какие-то кармашки, которые будут выпуклые, как это здесь, то, наверное, все 45 литров и наберется. Вот. Удобно переносить. Хорошие лямки. Удобные. Единственное, что мне вот этот вниз, вот этот низ крепления не понравилось. Как-то оно не внушает мне доверие или некрасиво. Больше некрасиво, чем не внушает доверие по надежности. Вот. Этот рюкзак хороший где-то для каких-то поездок, командировок. В принципе, с ними идти можно. Вот. Не нравится мне, что вот эта ткань внутри, которая и здесь, и здесь вот она шуршит. И здесь она вот она шуршит. Мне это не нравится. И, соответственно, это полиэстер. Вот. Сейчас около нуля. ткань так чуть-чуть поддубевшая. То есть при более сильном морозе она еще будет более сильно дубеть. Как вот это себя будет вести? Посмотрим. У меня с подобной тканью чехол на колесо на запаску в машине. Ну, оно то лежит, а это будет двигаться, ходить. Посмотрим, как это будет эксплуататься. Ну, в принципе, рюкзак своих денег стоит. Я аналогичный вот такого покроя делают рюкзаки и брендовые компании, и ноунейм Китай. Кстати, я один такой держал. В конце ролика будет ссылка на его обзор. Посмотрите, чем он отличается. Вот. В принципе, рюкзак своих денег стоит. по качеству пошива есть торчащие нитки. например, вот. То есть, ну, их богатенько, так сказать, многовато. Ну, в принципе, пропусков шва, недошива такого нету у этого рюкзака. Вот, в принципе, все. Вот такой рюкзак сегодня был в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин